Здравствуйте! Сейчас мы вам кое-что раздадим и уже познакомимся с вами. Спасибо. Друзья, давайте тогда начинать. Мы у вас не займем, на самом деле, много времени, где-то около 40 минуточек. Надеюсь, поработаем продуктивно, чтобы и вам, и нам было полезно. Тогда представлюсь. Меня зовут Каширская Мария. Я и мои коллеги сегодня представляем сеть языковых студий Beging English в Санкт-Петербурге. На самом деле, мы сейчас ездим по разным университетам, знакомимся со студентами и рассказываем, делимся с ними тем, как же найти того самого работодателя, надежного, с которым вы сможете с удовольствием работать. Для нас, на самом деле, очень особая ценность. Нас пригласили в ИМЕХ. На самом деле, три года назад я сама закончила в ИМЕХ, факультет специальности фундаментальной прикладной лингвистики. Я училась в группе R761. И для меня особо приятно здесь сейчас выступать перед вами. Вы все четверокурсники, правильно? Поднимите руку в тот четверокурсник? Все? Все. Отлично. Я думаю, что немножко тревожно сейчас, помимо экзамена в государстве, помимо написания диплома, нужно сейчас еще задумываться о том, где же, как найти ту самую работу того самого надежного работодателя. Когда я была на четвертом курсе, на самом деле, меня это очень сильно тревожило. И, если честно сказать, у меня было пара таких курьезных случаев, когда я проходила собеседование. Но, в конце концов, я прошла два собеседования в Викингыш, и меня взяли на должность администратора. Вы спросите, ты же заканчивала лингвистику, почему ты пошла работать администратором? Ну, здесь, на самом деле, два фактора. Во-первых, возможно, не совсем лежала душа к преподаванию, да? А второе, что, возможно, не хватало немножко каких-то методических знаний, да? Понятно, что этому всему можно обучиться, это несложно, но я решила немножко по другому пути пойти. Я тестировала студентов, да, здесь мне пригодился английский язык, я общалась с носителями, когда приглашала их провести наши разговорные клубы, поэтому практика языка у меня всегда была. Вот, сейчас я занимаю должность управляющей одного из филиалов Викингыш, да, за три года у меня такой произошел рост от администратора, я была менеджером, старшим менеджером, а сейчас управляю целыми филиалами. Так вот, сегодня как раз-таки мы хотим рассказать, как сделать так, чтобы найти работу своей мечты, как сделать так, чтобы работодатель оказался надежным, да, чтобы у вас всегда была выплачена зарплата. Если кто-то уже немножко знает, что такое белая зарплата, да, то есть все эти факты мы тоже обсудим. Вот, я сегодня с коллегами, со мной методисты Кастин Петровна и Екатерина Сергеевна, Надежда Зеленова, это управляющая нашего другого филиала, и Надежда, это наш старший преподаватель в студии, также она у нас куратор проектов и вообще звезда презентации и режиссер презентации, сейчас вы оцените. Вот, также немножко расскажу про нашу студию. У нас в городе 5 филиалов, 2 на север, 2 на юге. Вот, у нас существует 1200 учеников, если для вас ничего не говорит эта цифра, то это много. Вот, мы набираем каждый год новых студентов, сохраняем наших старых студентов, много работаем над их лояльностью, проводим фестивали, у нас есть арморка мерча, разговорный клуб, авторский проект и все для того, чтобы поддержать студентов. Как вы понимаете, на такое большое количество студентов нужно много преподавателей. Каждый год мы тоже собеседуем, наверное, около 100, 70-100 преподавателей, кого-то отбираем для нашего обучения, кто-то потом продолжает с нами работать, поэтому не будем скрывать нашу истинную цель, мы приехали тоже с вами познакомиться для такого подозвольного сотрудничества. Также у нас еще кое-что есть для вас. Это подарки. На самом деле у нас есть свой телеграм-чат, вступайте, знаете, как отсканировать можно телефон, просто чтобы сразу попасть в телеграм, немножко подвинуть, чтобы вам было видно, можно всем отсканировать. Там, во-первых, будет два подарка. Это чек-лист успешного собеседования, думаю, это всем полезно, даже если вы не хотите свою жизнь как-то с преподаванием сместить, то будет всегда полезно. И чек-лист Redflex, ненадежный и переработодатель. Также у нас есть еще третий, самый большой сюрприз, о нем немножечко попозже расскажут мои коллеги. Также хотела вас, друзья, спросить, может быть, у кого-то был уже опыт работы, не обязательно в языковой сфере, может быть, какой-то другой, поднимите руку, кто уже... Работа в целом. Да, кто вообще имел какое-то... Ну вот, смотрите, довольно-таки много людей, но для вас будет максимально интересно, потому что вы можете сравнить уже со своим имеющимся опытом. Тогда передаю слово своей коллеге, и синдромы, пожалуйста. Оно вам расскажет уже более... Вот еще один слайд, ваш. А, кстати, да, вот третий подарок, что я сказала, о нем будет в конце, но это такой самый большой, я думаю, что будет самый интересный. Да, да, цена. Поддержим и двигаем. Да. Расходите. Ну ладно, да, еще раз здравствуйте. Меня зовут Кристина Петровна, я методист на одной студии «Инди Гимлиш». И расскажу вам, что значит надежный работодатель. На примере нашей студии, на примере языковых школ, я надеюсь, что это вам много касается, но во всяком случае уважаем себя языковых школ. Кликайте. Кликайте. Спасибо. Кликайте. Итак, наличие лицензии. Если вы приходите устраиваться в языковую какую-то школу, языковую студию, естественно, наличие лицензии – это очень важно. Почему это важно? Как вы думаете? Какие варианты есть? Есть лицензия, нет лицензии? Зачем это нужно? Чтобы вам это все не распалось. Вот. Чтобы это все не распалось. Все-таки, если мы идем устраиваться работать, нам хочется какое-то ожидать долговременное сотрудничество. Правильно? А не так, что ты поработал, пришла проверка, и все, вас закрыли, и человек остался без работы. Это как-то обидно. Второй момент. Если все-таки руководство школы настолько ответственно относится к своей работе и по отношению к ученикам, соблюдая законы, то и по отношению к вам, естественно, эти законы будут соблюдаться тоже. Ну и в-третьих, кто все-таки радеет за то, чтобы преподавать именно настоящий, скажем так, правильный подход к преподаванию иностранного языка, все-таки наличие лицензии – это то самое, поскольку наличие лицензии предполагает утверждение программы комитетом по образованию. Все это очень важный момент. Следующий момент – это у нас… А, ну, это вы. У нас есть лицензия у каждой нашей студии, не то, что было одной, у всех, у всех пяти, шестая у нас тут на подходе, и, естественно, будем также думать о том, чтобы у нее тоже была лицензия. Все для этого сделаем. Итак, дальше стабильная нагрузка. Скажите, пожалуйста, есть репетиторством, может, занимаемся? Вот, один человек. Два человека. Три человека. Ну, как это так, по степи, четыре человека. Десять минут, так все уже подняли руки. Хорошо, скажите, пожалуйста, у вас стабильная нагрузка, ну, каникулы, лето? Выпадают ученики? Или остаются? Выпадают. Выпадают. То есть, хочется так, чтобы все-таки работали мы с, ну, практически круглый год, но, естественно, перерыв у нас какой-то есть еще и на отпуск. Что касается уважающей себя языковой студии, то, естественно, нагрузка будет стабильная, будут набираться группы. Как правило, они это не индивидуальные занятия, это группы. Чем больше человек в группе, тем выше зарплата. Нагрузка идет от сентября по май, например, и летом преподаватели, естественно, тоже должны предлагать какую-то работу, поскольку, ну, летом три месяца отдыхать, это, естественно, бьет по кошельку очень сильно. Все-таки мы хотим так, чтобы если уже работали, то получали стабильную зарплату. Что касается, кликаем, что касается Beginly, что уже Мария упомянула, что у нас достаточно много учеников, и круглый год, естественно, идет заполняемость групп, к нам приходят люди, а нас узнают многие. В группе 8 человек, то есть, если кто-то заболел, то занятие все равно состоится, и вы все равно получите свою зарплату, не то чтобы отменились, и все, как бывает часто у репетиторов или у индивидуальных занятий. Кроме того, нагрузка есть и в течение лета, даже можно вот увидеть фотографию, она чуть ниже, у нас проходят различные летние программы и интенсивы, и какие-то суперкурсы по грамматике, по лексике. Нагрузка есть и летом, есть и желающие, слава богу, и есть и у преподавателя нагрузка, что они больше не радуют. Думай о карьере. Да, карьерный рост. Ну, наверное, приходя на работу куда-либо, хочется все-таки еще на будущее планировать, не все время где-то на каком-то моменте остановиться, а продвигаться дальше. В языковых студиях это тоже возможно. То есть вы можете начать с преподавателя, затем старший преподаватель, методист, может быть, хочется подключить какую-то еще административную работу и в конце концов выйти, может быть, даже владеться студией, франшизой, все дела и выше, и выше, и выше. Хочется, естественно, продвигаться вперед. Что касается нашей студии, да, я уже Мария упомянула, Мария была администратором, а сейчас она управляющая одной из главных, скажем так, студий. Старейшая. Старейшая. А Надежда самая крупная. Вот у нас, да, и битва титанов, вот там у нас на фото как раз-таки показано. Кроме того, преподаватель, как правило, опять-таки в языковых студиях хочется развиваться, и если у вас есть какие-то идеи, творческие какие-то задумки, вы хотите какой-то реализовать проект, не знаю, касаемо, может быть, там, какого-то грамматического, там, не знаю, там, не важно, если есть какие-то задумки проекта, то это всегда поддерживается хорошим руководителем успешной студии. То есть вы можете это реализовать, можете себя, и здесь на фотографии у нас на самом деле, да, тоже вот эти два проекта, которые были прописаны, проведены нашими преподавателями. И успешно, слава богу. Продолжаем дальше, я теряю голос. Зарплата. А есть такие, кто планирует, ну, мало ли, например, пойти в школу работать вообще образовательно? Есть, даже так резко быстрее, чем... Вот. Это намерение. Это здорово. А сколько сейчас, кстати, в школе стоит? 40, примерно. 40. Начинающего. Это до вычета. До вычета. Это утверждается? Нет, я спрашиваю. Где-то в районе 40. Где-то в районе 40. Ну, без всяких классных преподавателей и всего прочего. Ну, это, ну, пока когда преподаватель молодой приходит, я думаю, что ему классную могу спросить в виду, да, все-таки дальше, дальше уже там, надеюсь, есть какое-то развитие. Ну, 40 тысяч. Ну, да. Как вы думаете, это мало-много? А если снимать квартиру? А если снимать квартиру, да, вот я сейчас тоже, у меня в голове крутится, если, допустим, снимаешь квартиру и как-то вот еще на себя хочется потратить. Ну, хорошо, да. Мы говорим о языковых, опять-таки, студиях, о постоянной нагрузке. И, как правило, занятий примерно в языковых студиях 5-6 занятий в день, то есть это примерно 30-40 часов в неделю. Скажу вам честно, 40 тысяч, ну, не 40 тысяч за такую нагрузку в частном центре. Я могу сказать, примерно на уроке, если пересчитать наши, да, 40 тысяч, это, наверное, где-то занятость 2 раза в неделю по 5 уроков. То есть вот это будет, ну, может быть, ну, нет, 2, наверное, да, по 5-6 уроков, это будет 40 тысяч. То есть, чтобы вы немного понимали разницу в зарплатах вообще в раздельных школах все-таки и в частных языковых школах. Да, то есть, если каждый день по 5-6 часов, ну, естественно, это все считайте. 2 раза в неделю по 5 часов это, да, примерно, даже получается зарплата, что и в школе за полную занятию все-таки. Да. Обучение. Естественно, если вы приходите устраиваться в успешную какого-то студию, руководство, я считаю, должно быть так вот в планах, что постоянно какие-то обучения вам нравится. Вы сможете смотреть. Ну, читай. Вы справа? 5 минут уже прошло. Подумайте. Руководитель, естественно, хороший руководитель, он будет о том, чтобы постоянно периодический состав совершенствовался, обмениваясь каким-либо опытом, простите, на конференциях. И что касается языковой студии Big English, то каждый год мы выезжаем на какие-либо конференции даже в другие города, либо в Санкт-Петербурге, это и тренинги, и конференции по обмену опытом, и наш руководитель участвует как в качестве спикера, мы также принимаем в этом все участие. То есть каждый год бесплатно, единственное, может быть, только, да, если в другой город, то дорога, а сам тренинг, он бесплатно проводится для сотрудников студии. Ну, мне кажется, это не может не рано, даже если вы считаете, что вы уже все знаете, то обмен опытом это очень ценная вещь. И наставничество. Да, наверное, все-таки страшно прийти после института, когда еще не очень понимаешь, как все устроено, пришел на работу, и тебе говорят, ну, собственно, вот, работай. Да, хочется все-таки у кого-то что-то спросить, а не всегда хватает, может быть, на это, не знаю, времени, да, у преподавателей, у старших каких-то, преподавателей. Что касается нашей студии, у нас это очень хорошо развито, выделяется отдельно преподаватель, старших правил преподавателей, наставничество, методист, это полное сопровождение, подскажем, научим, направим, то есть это мы очень-очень-очень ценим и обязательно всегда помогаем молодым специалистам. ДИЖИТАЛЬНОСТЬ, ну, давай расскажи мне, что такое диджитализация у нас тут даже. Да, что такое диджитализация? Ну, естественно, приятно, когда есть оборудование в классе, когда присутствует интерактивная доска, это и облегчает работу, и разнообразие какое-то появляется, и ученики этому рады, и преподаватели довольны. Кроме того, если, да, можно, кстати, перейти в нашу группу и посмотреть, насколько у нас это развито, но мы любим и каждый день обновляем какой-то контент, контент и в сети ВК, и в другой сети, которую называть нельзя. Как Валандемор. Как Валандемор. Я про Инстаграм, если что. Вот. Снимала. Да, каждый. Упс. Все, сеть, которую нельзя называть, да. Но у нас каждый день обновляется контент, это посты, это какие-то рилс, это сторис и так далее. Очень часто мы проводим различные фотосессии, и не так давно, кстати, у нас была проведена съемка с рилсмейкером на следующий год, да, у нас все участвовали, это тоже, в принципе, повышает лояльность клиентов, да, поскольку он нас видит, нас слышит и к нам, с удовольствием, приходит. И, конечно же, установка пока. Приятно, когда вы приходите на работу, и да, есть интерактивная доска, это все здорово, зарплата хорошая, это замечательно, нагрузка стабильная, супер. Но, естественно, хочется прийти и видеть приятных людей, с которыми приятно общаться, с которыми хочется, может быть, даже проводить еще время вне стен студии, так, чтобы пришел, и вот, ты думаешь, вот он мой второй дом. Но, обязательно тоже, мне кажется, стоит на это обратить внимание, это немаловажный факт, чтобы вы просыпались с утра с мыслью о том, что я иду на работу, и это здорово. Что касается, что касается студии, которые мы, можно делать вот так, спасибо, это и различные корпоративы, и профессиональные фотосессии, о которых я уже упоминала несколько раз в год, в принципе, да, наверное, где-то 2-3 раза в год уж точно, а то и даже и больше. Поздравления, естественно, с праздниками, и, кстати, фотографии, которые вы видите наверху, мы были на свадьбе нашей сотрудницы, весь коллектив был приглашен, мы отмечали, было очень здорово и весело, здравствуйте. И поездки в Англию, судите, тоже очень хороший момент. Спасибо. Да-да. Ну, единственный момент, что это было до всего того, что началось, пока что это, естественно, на стопе, но мы поддерживаем все еще связь с той школой, в которую мы ездили, она находится в Уортингтон, да, в Уортингтон? Да, в Уортингтон, да, в Уортингтон, да, в Уортингтон. О, sorry. На юге. Уортингтон. Да, мы поддерживаем с ними связь и надеемся, что когда-нибудь у нас еще получится, на самом деле, удовольствие вести ребят, потому что с удовольствием преподаватели этого ждут и наши ученики. А в этом году мы едем. В этом году мы едем в Анапу. В Анапу. Ну, правда, едем в Анапу. И сидеть в дом, правда? Да, это тоже английский лагерь, да, то есть организация полностью все на английском языке для детей, то есть в Анапе, но с полным погружением. Там очень хорошо, кстати. Я там была. Вот. Вот это. А еще едем в загородный лагерь. В загородный лагерь, да. Это про летнюю нагрузку немножко. Летняя нагрузка, конечно, очень интересная и насыщенная. Так, спасибо, я предусловлюсь. Да, еще раз только здравствуйте, меня зовут Екатерина Сергеевна и, как правильно сказали, мы с вами еще увидимся, я надеюсь, в июне на защите дипломов. Я с удовольствием его послушаю. У меня в дипломе написано, что я лингвист, преподаватель, поэтому я сочетаю вот эти две параллельные, скажем, вселенные, любовь к языку и заказаниям и преподавания. Но поскольку все-таки я представитель языковой школы, то мы хотим немного рассказать вам о преподавании, хотя это не единственная вакансия, на которую можно у нас пробоваться. Вот у нас есть яркий пример. Мария, да, вышла из ваших стен и знания лингвистики каждый день пригождается при общении с клиентами, при общении с носителями языка. Мария полностью курирует у нас это направление. Каждую неделю звонит и переписывается с ними, да, то есть у нее постоянная практика английского, тоже очень интересно. Да, но все-таки наш основной костяк – это преподаватели. И честно могу вам сказать, что вот все еще в 2023 году быть преподавателем английского – это круто. Это правда очень крутая профессия по многим факторам. Это интересно, это очень разнообразно, это, да, то, что называется rewarding, то есть вы чувствуете, что делаете какое-то крутое дело, вы меняете молодежь, да, помогаете детям иметь лучшее будущее. Поэтому это здоровская профессия, но, конечно же, она не для всех, да, то есть я думаю, что не все сидящие в зале, возможно, видят себя в этом. И давайте немножко побеседуем, как понять, что преподавание в целом это для вас. Во-первых, поскольку основная, да, наша аудитория – это дети, но не только, да, у нас от 3 до, не знаю, до 80 лет ученики есть, поэтому, пожалуйста, но все-таки основной костяк – это дети, и очень важно не бояться детей и любить их, ну, в каком-то широком смысле, понимать, что это маленькие взрослые, уважительно относиться к ним и искренне желаете донести до них английский язык, да, помочь им, полюбить его и выучить до очень хорошего уровня. Нас ребята, в принципе, все сдавали, когда было возможное, международные экзамены, мы постоянно ездили в кемпусский центр, и просто они поступают в наши университеты с отличными баллами по английскому, в зарубежные университеты, да, поэтому можно, правда, гордиться своими учениками. Вот сейчас вы сами, как будто вы еще ученики, да, а вот через пару лет вы сможете гордиться своими выпускниками. Поэтому, если дети вас не пугают, да, вы помните, что такое быть ребенком, то стоит рассмотреть эту профессию. Дальше очень важный факт, конечно, это быть экстраверком, потому что, во-первых, мы работаем в коллективе, да, вот видите, мы даже сюда приехали все равно, не можем друг без друга, поэтому, если вы чувствуете, что вам это нравится, что вам нравится, вот например, сейчас, да, быть с этими одногруппниками, вы любите общаться, вы можете общаться, да, вам нравится в этом быть, вы социальный человек, то, конечно, вам стоит рассмотреть такую профессию, чем, например, сидеть и переводить инструкции к воде, потому что тоже очень здорово, кто-то же должен их переводить, да, я думаю, платят за это неплохо, но если вдруг, да, у нас просто бывает, что приходят на собеседование ребята, которые в первый год после университета подумали, что хотят чего-то более, это слово, домашнего, может быть, на брилансе, сидеть, проводить, и через год они понимают, что это не их формат. Честно говоря, я тоже, да, был у меня такой период в жизни, еще даже до локдауна, что я почти целый год работала онлайн, один на один с учениками, еще даже до того, как появились крупные сети, вот была такая школа, и через год я ушла с хорошей зарплаты на более низкую зарплату, но на живые группы, потому что я понимаю, что мне это нравится, это такое прям особое удовольствие выходить на группы, когда там не один ученик, а там их 6-8, и эти горящие глаза, в общем, мне это нравится, если я лучше там одену, не знаю, платьишко, буду выходить к людям, чем буду сидеть одна дома за компьютером. И если это ваше, то, конечно, вам надо рассматривать работу в коллективе, если вдруг вы чувствуете, что нет, вас это пугает, то не стоит, может быть, да, тратить свое время на это, да, вот сейчас подумайте прям и поймите, какой вы человек или кот. Да, также, в чем плюс работы в коллективе, да, то, что это всегда какая-то командная работа, если вы умеете и любите работать в команде, распределять задания, брать на себя, да, какие-то конкретные зоны ответственности, то, опять же, да, вам стоит рассмотреть работу в какой-то компании, где будут задачи командные, определенные, да. У нас в языковой школе все именно так, то есть все крупные проекты у нас не курируются, ну, руководителям практически, мы образуем сами такие инициативные группы и сами друг за друга решаем, сами, да, решаем то, что будет делать, сами помогаем друг другу мотивацией и вот так это все работает. На самом деле сейчас в любых крупных компаниях именно так, да, там образуются какие-то команды, есть тем-лидеры и так выполняются любые задачи, поэтому если вы чувствуете, что вам это нравится, что вам нравится быть плечом к плечу со своим коллегой, вам стоит рассмотреть работу в языковой школе. Да, мой любимый пункт – вопросы. Любые. Да, пожалуйста. Конечно, конечно, мы, поскольку, да, у нас есть лицензии, вообще мы отвечаем за свой результат, естественно, любой, вообще любой сотрудник, даже, который приходит из педагогического факультета, проходит у нас определенные ступени обучения, но если это не педагогическая специальность, да, просто лингвистика или перевод, то, конечно, там более глубокое обучение, то есть несколько дней, или даже недель, да, методики с темоуроками, ну да, опять же, все это не в таком плане, что мы вас проверяем, поскольку очевидно, что вы этому не обучались, мы с удовольствием вас этому обучим, да, конечно, там несколько дней, примеры, план уроков и, как уже говорила Кристина Петровна, у нас есть вот это наставничество, то есть первые ваши месяцы на работе постоянно вы на связи с методистом, он подсказывает, где брать материалы, как можно что-то поменять, докрутить, ходит на ваши занятия, чтобы подсказать, как можно поступить там в той или иной дисциплинарной, например, ситуации. Да, конечно. Переключи не обязательно. Было бы... Виктория Олеговна, у меня педагогическая специальность, я закончила Герцином, английский и японский. Да, поэтому мы берем, во-первых, мы не берем кого-то вообще без языковых специальностей, потому что некоторые школы, часто скажут, грешат этим, к нам приходят, там, не знаю, преподаватели рисования, которые долго и годы где-то мог работать кто-то в английском, или кто-то просто после World and Travel решил, что он теперь лингвист. Таких мы берем, да, то есть мы берем лингвистов, переводчиков, опять же, да, с переучиванием, доучиванием по методике и берем педагогов, конечно. Вот. Виктория Олеговна сейчас как раз уже на ней преподойдет и занимается более такой работой. Просветительской, да, она участвует в конференциях тоже, руководители языковых школ по всей России, преподаватели тоже, да, вот тут у нас в Петербурге недавно была конференция, мы ходили послушать коллег, да, с разных городов, да. Она выступала, да, в России, в Москве, в Ярославе, в Ярославе, да, поэтому она сейчас уже в Петербургской такой деятельности, а мы в Актищем, где наградали. Может, вашего центра, или, может, у нас 5 студий? Да, давайте, я расскажу про это. Смотрите, у нас в среднем филиале по 3 кабинета, да, и на каждом филиале, там, в самом большом, у нас, допустим, 380, 380, в нашем филиале около 300, да, то есть заполняется довольно-таки плотно. Давайте, ну, сами выбираю, да, сколько дней нельзя работать, но в среднем у нас работает 4-5 дней, правильно? Да, то есть такое с хорошей нагрузкой. Если, допустим, вы хотите работать, там, допустим, 2 дня, или 2 дня по 2 урок, это, возможно, тогда это тоже не совсем ваш формат, потому что, если вы хотите много работать, хорошо зарабатывать, да, в несколько раз больше, чем в обычных школах, то, конечно, это такой идеальный филиал. Заполнялись довольно-таки высокое, и в группах тоже ребят под 5, наверное, до 8. Но, опять же, это... Что-то в каждом кабинете? Ну да, в каждом кабинете это занятие. В каждом кабинете 8-5, в каждом кабинете 100 тысяч человек, и сейчас выжили. Да. Ну, у нас, например, в наших районах, на Юго-Западе, у нас вторая смена есть в школах, поэтому есть преподаватели, которые работают утром, мы с Листиной Петровой, потому что вечером мы выполняем методическую деятельность, да, ходим по занятиям, общаемся с родителями, а по утрам мы ведем наши занятия. Да, у нас очень плотно все. Но, опять же, да, преподаватели, работая с утра, у вас, например, свободны. Если не влезет в утренние группы, обычно это разные люди, чтобы у вас тоже было время отдыхать, и тратить все оплаты на месяц. Да, то есть нагрузка где-то там с 3-х, с 2-х до 8-9 вечера. Так что, да, полдня у вас свободно? Так, все, не дальше плохо. Да, все, что не так плохо. Плохо. В течение дня у преподавателя мы стараемся, чтобы чередовались возраста учеников. Во-первых, это и преподаватель интереснее, да, и разнообразнее, и чтобы вы не задевали, опять же, английский. Мы стараемся, чтобы у вас были не только дошколята, первоклашки, но и подростки. У нас и подростки, ирбанский уровень, и взрослые какие-нибудь не приметят, поэтому вы немножко удержали себя в тонусе. Это очень важно. А мужчины есть в коллективе? На данный момент нет. Я говорю, нет. Что у нас вопрос? Но это не какая-то наша носитель, да, все-все-все. Носители, кстати, почти все носители у нас мужчины. Но это не какая-то наша принципиальная позиция. Но куда-то вот они убиваются. Скажите нам, куда они убиваются. Ну, их и здесь тоже маленький процент, как я вижу. Ну, это классика. Это больше. У меня вообще не было ни одного. У меня на курсе до пятого курса, у меня специалитет, до пятого курса дошел один мужчина, и вот я вышла замуж. Поэтому да. Да, ну вот на данный момент нет, но это не какой-то наш предрассудок. Просто они не очень доходят для нас. То есть, дойдите до нас. А вы круглый год проводите, если вы исследовали, набираете работников, переходят в определенные группы? Да. Нет, это, конечно, чаще всего в сентябре, да, когда мы открываем новые группы. У нас, допустим, сейчас открывается, собирается еще и новый филиал, то есть, нам нужны сотрудники. Понятно, что все преподаватели, с кем мы сотрудничаем, они работают с сентября по май, потом летом, возвращаются в сентябре и так далее. То есть, не так, что мы их всех разогнали и ищем новых групп. Нет, просто из-за того, что мы открываем больше групп, больше филиалов, нам нужно больше людей. Да, опять же, кто-то, например, получает повышение, поэтому у него снижается нагрузка, опять же, чтобы освободилось время для административных каких-то дел, да, то есть, мы становимся для методиста и уже может вести все эти уроки, да, приходит на утренний график, например, поэтому, да, кстати, не нужны. А в течение года мы все равно собеседуем кого-то, да, может открывается, потому что группа у нас открывается тоже в течение года, то есть, основной запуск в сентябре, но и в ноябре после первой четвертики школы, и после нового года, когда там взрослые дают себе обещание получить английский, обязательно, конечно же, открываются новые группы и иногда бывают нужны дополнительные преподаватели. Ну, основная нагрузка с сентября, скажем, не найдешь. Еще вопросы? А то есть, после обучения можно попробовать, да? Да, потому и идем искать где-то, мы понимаем, что, конечно, у вас не может быть какого-то обширного опыта, кроме, грубо говоря, аппетита, или, может, какой-то онлайн-подработки, но мы готовы обучить, мы готовы, конечно, обучить, рассказать, попробовать вместе по тренировке. А можно узнать о зарплате примерно в месяц, преподаваясь или начинающего студента? Ну, во-первых, у нас нет такого особого деления, начинающего, начинающего, то есть, да, есть у нас некий старший преподаватель, но это не вопрос возраста, да, это скорее вопрос работы в нашем центре, а так все получают примерно одинаковую. Ну, да, то есть, нет какого-то четкого вклада, сколько вы провели, столько в месяц у вас зарплаты есть. То есть, в сентябре вы набрали, там, 9 групп, допустим, вы ведете, и вот до конца мая, там, вас еще прибавляют в сентябре или нет, больше, да, или больше, да? Ну, да, и так, что у нас 16, 17 рекорд, 16, да. Ну, в целом, двенадцать. Ну, то есть, если вы хотите прям много работать, то зарплата зайдет за 6, да, если вы хотите хорошо работать, то это будет не доходя. Да. Ну, у вас получается, ладно, как у вас не урок, да? Да, да, ставка за урок считается. На самом деле, там тоже динамическая ставка, в зависимости от того, от возраста. Как вы думаете, какая самая дорогооплачиваемая категория детей? Возраста. Возраста. Да, конечно. Самая дорогостоящая категория – это для школьники, потому что вы тратите максимальное количество, мне кажется, энергии, ресурса, да, для того, чтобы вести маленькие 45-минутные уроки, с ними танцуете, пляшете, сидите на ковриках, поете, занимаетесь. Просто очень веселые уроки. Поэтому, конечно, для них самая большая ставка – 750 рублей за 45 минут для школьников. Соответственно, заполнить группу. Чем старше, тем, соответственно, ставка немножко уменьшается. У нас, скорее всего, в этом году еще будет фиксироваться, немножечко подниматься, поэтому я думаю, что на семиседовании мы с вами уже сможем какую-то четкую цифру проговорить. Да, еще хотела добавить, что Бан Мария сказала, что вы себе набираете группы, да, в самом начале, но это не совсем так, то есть мы поставляем вам учеников на протяжении всего года. То для того, чтобы у меня, например, я преподаватель, и у меня новая группа открылась на интерьере, и сейчас у меня до сих пор доходят студенты. И вот если было первоначально 3 человека в этой группе, это взрослые студенты, то сейчас в этой группе уже 6 или 5. Да, то есть потихонечку даже взрослые, хотя они не очень активны. Даже взрослые доходят, и группы постоянно пополняются. То есть тестирования входные проходят практически каждый день, вот методисты как раз за это отвечают. И мы к вам вот так вот партиями отправляем новых студентов, и у вас группы наполняются. А соответственно, чем группа более наполнена, тем она более монетизирована, тем больше вы получаете. Поэтому мы за это тоже рады, мы стараемся сделать так, чтобы студенты были всегда и глупо были полны. Кроме этого, конечно, есть какие-то дополнительные проекты, вообще мы по выходным наши преподаватели почти не загружаем, да, у нас носители приходят на разговорный клуб, но там раз в квартал запланировано какое-то масштабное мероприятие, по Гарри Поттеру, еще что-то. Естественно, преподаватель, который выходит по пути его вести, тоже получается это классно. И вообще за любые какие-то ваши выходы, репетиции к нашему фестивалю талантов, за все, за все, за все, преподаватель тоже получает какую-то заполнительную фазу, плюс курок. Спасибо. Совмещается. С магистратурой не самый удачный вариант, да, получается? Ну, наверное, да. Разный вариант. Честно говоря, у нас был такой опыт. Был такой опыт. Магистратура, чаще всего, они больше вечерние занятия, получается, здесь сложнее совмещать. То есть, если у вас какая-то утренняя магистратура, да, и вы там в 3-4 часа уже свободны, то возможно брать какую-то вечернюю экстра группу, да. Ну, либо брать обратную утреннюю группу. Да. Или брать обратную утреннюю группу, если у вас вечерняя занятия. Да, ну, в фейерной группе берём, что думала про это. Да, ДМС. По поводу нет. Но мы любим рекомендовать хороших специалистов. Любим управлять кого-нибудь сотрудников. Да, хороших специалистов. Ну, если кто-то вдруг... Да? Сколько человек должно быть, чтобы обслуживать отдельно фенералы, когда у вас сегодня, что-то у нас. Что у нас? Что-то у нас. Что-то у нас. Что-то у нас. О, что-то у нас. Как не самый мой план. А вы хотите, открыть, наверное, всю свою? Такие, какие-то вопросы. Сколько кабинетов? Ну, сколько отпуска преподавателей? В среднем были 4 преподавателя, а два администратора, управляющие тезис. Ну, самый крупный филиарь у нас получается сколько? 12 человек. Общиство. Двое шетое. Ставим еще минутку в конце, если какие-то, да, постеснялись, если, может, сейчас появятся еще вопросы, задать их в конце. Это еще не все. Легко, даю слово. А вы можете, ты, Легко, нажимай. Нет, не такая. Давайте. Ну, конечно, мы будем. Да, мы уже спрашивал про наших руководителей. Про наших руководителей, да, собственно, мы уже немножко поговорили про Виктору Олеговну, но вот на слайде, можно загуглить, Google ее знает. Вот, Виктор Олеговна Исаченко, наш руководитель. И, собственно, мы переходим к главному, о том, что мы сказали в самом начале, это подарки, то, что мы для вас подготовили. Ну, и, собственно, все это уготовлено Виктор Олеговной Исаченко. У вас на партах сейчас лежат чек-листы, это один из подарков, которые мы вам предоставили. Дальше, как бы, на каждом чек-листе есть QR-код, который приведет вас на Телеграм-канал. Да, я вижу, что 10 человек всего вступило. Друзья, можно всем вступить, потому что там действительно очень важная и полезная информация. Да, вступит вступление в Телеграм-канал, да, там еще такой плюсик. Также можно получить подарок чек-лист RedFlex ненадежного руководителя. Вот, и переходим к самому главному. Я думаю, да. Это бесплатный тренинг в Дегенович, который будет проходить в июне. Это два дня, в течение которых будет проведен тренинг для всех участников Телеграм-канала, который поставит плюсик под постом. Это важно, не просто вступить, да, поставить плюсик. Просто он уже у нас... Да, он висит, должен быть в виде. Да, это будет третий поток по обучению в рамках нашей студии. Что это такое, тоже можно помнить. Что зашел, что уже посмотрел. Да, вот как раз-таки тоже про что спрашивали. Обучение методики, то есть это будет именно не то, что... Не ввод профессию, обучение ваше, если вы планируете работать в языковой студии, в любой, да, или даже планируете работать репетитором, это будет вам максимально полезно. Только практически какие-то советы, основное понимание, преподавание грамматики, преподавание лексики, classroom management, вообще как это все устроено, все это будет там. Да, то есть это не конкретно у нас, то есть вас не обязывает потом оставаться. Да. В наших стенах мы не будем... Нет, то есть вы можете делать тренинг, и, да, конечно, поспользовать это в будущем и выборе своей профессии. И так далее. Это тренинг бесплатный. В течение двух дней также будут кофе-брейки, обеденные перерывы, это все бесплатно. Чем-то мы не студент. Да. Да, ну и, конечно, конечно, есть дальнейшие шаги для вас, если вы будете заинтересованы, если вам это понравится. Мы, конечно, в конечном итоге готовы будем предложить вам должность в нашей компании. Если вы нам понравитесь, мы вам понравимся. В общем, если мы найдем с вами контакт. Да, и, конечно, сертификат, который вы можете использовать тоже в дальнейшем, когда вы используете на работу, на центры. На профилю. Может быть, кто-то загорелся уже сейчас, послушав нас расскажу. Ну, кто-то скажет. Да, у вас Надежда. А, да, как же вы дали анкеты, это я к этому, кстати, и была. Да, если... Можно уже сейчас заполнить анкету, которую мы тоже вам покажем, это по желанию, тоже вы сегодня это сделаете. Ксенке это мы тоже будем рассматривать и знакомиться с вами потихоньку. Соответственно, кто будет участвовать на тренинге, тоже будем с вами еще ближе знакомиться. И в дальнейшем при рассмотрении на должности, которые мы предлагаем, тоже будем общаться с этим анкетом. Поэтому можно их заполнить и передать нам. Также, если у вас есть какие-то личные вопросы, тоже можно подать и задать лично. И, конечно же, поскольку я, например, буду участвовать в защите дипломов, то тренинг и тренинг тоже частично будут провести, то есть это не будет пересекаться. Конечно же, мы постараемся сделать так, чтобы это было уже после, например, ваших косов дипломов, или как-то с ними не пересекалось. Конечно же, получите призвание, это самое важное. А уже потом можно думать о карьере. Но плюсики поставить надо сейчас, потому что там, по-моему, нам место сритет. Да, там ограниченное количество, и мы уже будем нескольких. Да, и еще нам предстоит пара университетов у нас, да. Рейд. Вот, поэтому если рассматривать вообще преподавание, которое есть для себя, то стоит поставить плюсик поскорее. Вот, в принципе, да, мы можем вас отпускать, если хотите что-то спросить, отдать анкеты, то можно подходить. Еще раз наши контакты. Наверное, благодаря вам скажу. Да, значит, меня зовут, мне зовут, я, Артема Дмитриевна, мы не успели познакомиться, потому что я была там в другой делегации, к нам приходила, знаешь, в профильных школ, очень хотела с нами сотрудничать. Первое, думаю, это, конечно, огромное, что мы благодарны, что вы согласились работать в нашей комиссии. Выпускной, да, просто потому что так получилось, что у нас выбор два человека, и выдают как-то решение в западе, мы так часто бываем, и вот, так сказать, мы усилили нашу комиссию вот этой вот профессиональной, профессиональной части, и я очень благодарна вам и жду вас в корпусе, с вами, Артемия Сергеевна будет вам связываться и сообщать от всех наших мероприятий предзащиты у нас, на самом деле, начинаются уже вот на следующей неделе, с 25-го по 27-й включительно будут уже предзащиты, вот, мы посмотрим, что и что. Ну, на предзащиту мы не смотрим, как, ну, в принципе, и не возвращаем. Вот, так что, пожалуйста, это, значит, первое. Второе, я хотела сказать, что, значит, здесь у нас только индисты, да, правильно? То есть это у нас бакалавры, у нас еще есть специалисты, и вот там как раз, да, у нас и педагогики, и практической педагогики, и использование всего инструментария, который сегодня нам доступен, всего, я хочу сказать, вот этого, что называется, хазовая, да? Это у нас вот все это там изучается, приходят специалисты, высокого уровня, и все. Но здесь, вот здесь, в бакалавриате наша особенность, особенность нашего курса состоит в том, что они тоже нацелены именно на использование вот этого высокотехнологичного инструментария, то есть компьютерной техники, техпрограмма и так далее. Это отличает наших выпускников от всех тех, кого вы, возможно, еще встретите и будут так приглашать, заработать и так далее. Конечно, после бакалавриата, я считаю, устройство компаний типа вашей, это очень хороший шаг в профессиональном росте, что называется. Потому что наши переводчики, кто заканчивает пятилетнюю программу, мы их имели право сразу принимать на преподавательские должности. И их педагогических именно знаний на первое время хватает. Затем мы всегда, для тех, кто начинает работать, мы устраиваем всякие семинары, коллеги ходят на занятия, советуют что-то, обсуждают и так далее. И тем самым повышаем их именно металлическую гамоту, потому что все остальные навыки, у них уже к этому выпуску, к этому времени освоены. Я очень горжусь нашими выпускниками, они занимают очень значимых высот. И поэтому вам тоже все, ребята, я жираю. Как защита, когда у вас? Ваши. 27. А вот, 27. А, хорошо. 26-го, 27-го. Ну, вот эти три дня, но у нас так, мы сделали вот эту защиту, наверное, вписание, когда делают, вот у нас такая Николаевна, поднимается Алексея, то есть член комиссии, то мы стараемся сделать так, чтобы было удобно тем преподавателям, которые ведут, ну, мы на нас вводим все эти вопросы. Поэтому вот у нас три дня, и бакалавры, и специалисты иногда защищаются в один и тот же день, просто один после другого. Так что, спасибо вам огромное, ждем вас на защите. Мы очень-очень рады принять в вас свой маленький, свой вот этот уже избранный коллектив. И большое спасибо за ту информацию, которую мы принесли ребятам. Она им будет очень нужна, поскольку после бакалавриата пока еще мы себе это и готовим, очень хорошо, и мы их знаем, но прямо сразу после бакалавриата мы, конечно, их не можем взять. Поэтому, если они идут к вам, там они тоже повышают свою профессиональную вот эту вот компетенцию, эту компетентность. И заканчивая параллельную магистратуру, у нас такие вот четыре, есть очень-очень удачная вот эта карьера, особенно для молодых людей, которых не так и много у нас, как вы видите сами, но тем не менее для молодых людей, которые, конечно, которые склонны работать с техникой даже больше, чем с, собственно, с людьми, со студентами. Вот это вообще карьера очень хорошая. И спасибо вам огромное за ту возможность, за тот мостик, который вы обеспечиваете, в том числе, но не всем, кто-то у вас останется, кто-то пойдет дальше, конечно, потому что это жизнь, это путь к высокам всегда. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ой, Велия Сергеевна, я без очков вас не узнала. Ну что там такой за студент? Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Да, также дети. Спасибо. Еще? Спасибо, Гоженька. Да, тогда в чем ваша анкета, если будут какие-то вопросы, которые вы не хотите озвучивать на субботу. Субтитры сделал DimaTorzok